Здравствуйте, мы к вам на стерилизацию. Суки примерно три года. Найдена в конце июля этого года, была щенками. Щенков раздали. Жульку волонтеры нашли уже в детородном возрасте. Хвостатое потомство, четвероногая мать, выкармливала на улице. Сегодня судьба молодой дворняги должна измениться. Сотрудники приюта привезли жульку на стерилизацию. В Центре помощи животным надеются, что эта процедура станет первым этапом новой жизни собаки. Очень большая помощь нам, потому что операция достаточно затратная. Во многих клиниках это за 3000, а тут нам предоставляют это совершенно бесплатно. Она просто необходима, что сокращение численности безнадзорных животных. Нет такого спроса сейчас на животных, сколько у нас животных находится на улице. За год одна собака или кошка может принести от 8 до 10 детенышей. Пока стерилизация единственный гуманный способ сокращения численности безнадзорных животных. В помощь приютам на Челябинской ветстанции организовали акцию. К Всемирному дню животных в клинике бесплатно проведут процедуру стерилизации 30 подопечным. Уже научно доказан факт, что стерилизация и кастрация продляют срок жизни. То есть избавляют от ряда заболеваний, которые вызваны именно гормональными изменениями в организме. Стерилизовать своего питомца могут и южноуральцы. С 4 по 10 октября на ветстанции действует 50-процентная скидка на кастрацию и чипирование. Главное, перед операцией животное необходимо привить и обработать от паразитов. Кроме того, в этом году ветеринары первыми в области проводят вакцинацию кошек и собак от ковид-инфекции. Вакцинация против бешенства и от ковид-19 будет абсолютно бесплатно, включая саму вакцину. Вакцинация против дерматофитозов – это скидка на саму услугу, то есть она бесплатно будет проводиться. Владельцу нужно будет купить только вакцину саму. Контролировать численность четвероногих врачи ветстанции помогают уже на протяжении 17 лет. Следующая бесплатная акция стартует уже в феврале. А в ближайшее время специалисты готовят просветительские лекции о животных. Осенью ветеринары посетят челябинские школы с уроками доброты.